Да, это я. Лижу на берегу и наслаждаюсь ледоходом. Как я оказалась в Якутии? Никак. Этот влог я сняла в прошлом году. Но он супер актуален, потому как сейчас, в эти дни, в Якутии, лёд тронулся, господа. Мы из Якутска поехали в Покровск к моей тёте. И здесь, как раз на берегу реки Лена, мы наблюдаем ледоход. Ледоход — главное событие весны для якутян. Ну, кто-то возразит, что, мол, охота на уток или первые маёвки и посевы поглавнее будут. Но я не соглашусь. И вот почему. В Якутии более 700 тысяч рек и речек и свыше 800 тысяч озёр. И очень часто ледоход проходит бурно, с наводнениями и паводками. А вот камни все закроют, дорог закроют. Сейчас затишье. Скоро пойдёт наша Лена-матушка. Да, Егорка? Да! Вот, со мной согласен. И для нас это не просто завораживающее зрелище, а стихия, которая может затронуть каждого. Мы приехали в гости к Тетяне ближе к вечеру, когда река была ещё спокойной, без подлижек леда. А у берега стояла полынья. Вау! Па-па! Развлечение! Па-па! Все равно я Петю не победила. Петя! Ай! Пять шесть. Рекорд! Рекорд! Рекорд, кто победит! О, Петя тоже? Эта местность – деревня под городом Покровск. Дом Тетяне стоит как раз между эргисами и зверофермой. Всё это – кусочек моего детства и родина моего папы. Горька, это вода. Собирали вот такие круглые камни, её обламывали, и она блестела. Помнишь? Ага. И мы говорили, что это золото. Давайте один камень расколем. Мы пошли собирать березовый сок. А, вот забор, да? Мы только завтра пойдем. Расскажите про березовый сок. Просверливаешь сверло где-то на пять сверлов на глубину 3 см, 4 см. Впекаешь трубку и бутылку. За ночной сбегает. Сколько тогда? Ну, литра два-три. Иногда пять литров можно сбежать. Я в весеннем лесу, пил березовый сок. С ненаглядной пиву нить в стагу ночевал. О, вот он, да? Какой проножачный. Почти бутылка набежала. Ага, классно. Его сразу пить надо? Да. Он не хранится же, да? Ну, в течение суток можно выпить. Ага, класс. Удержу. Он не там. Видишь, капает. Завтра буду, тоже набежит, наверное. А потом эта дырка затыкается, да? Да, вон, веточку берешь по диаметру, туда забиваешь. Главное диаметр угадать, чтобы она мимо не бежала. Он закапал. Ага. Закапал. Ну, пойдемте попробуем. Чистый-чистый. Главное, палатка, вода на сколько поднималась, максимум? Один год, вот в 67-м году, вот до самой дороги вот эта панала. О! Пестами вот дорогу затапливал, вот эту старую. Вот эти бугры, вот, видишь, бугры? Ага. Это от Альбов. Ага. В 67-м году. Пацанами были, где-то. 10 лет было, 9 лет. 67-й год. Ага. Пытай на сколько поднялось. На 20 метров. Так, ну, в эту ночь можно спать спокойно. Да. Завтра начинаем следить. Я просто хочу послушать, как лед тыш-тыш трескается. Ну, он шумится, он не трескается. Он ни разу не видел. Ну, когда вот сам начинается ледоход, нет, не видел. Начинает двигаться, двигаться прямо к берегу. Начинает его надавливать, надавливать. Ааа. Горы появляются. Класс. Там тоже, вот где песок, там тоже горы такие. Вот она еще прибудет. Ага. Камни затопит. Ну. Не сегодня, а завтра ожидаем. Ага. Пика. Офигеть. Ну. О, где? Это вот? Да. Давайте попробуем. Сок. Возим сок. Рассказывайте, что в бутылке. Березовый сок. Прямо свежок. А там? Я девятерка, да, поставил? А это зачем? Это беремые. О, мы сюда нальем сок. Я отсюда поставлю. Печаль баи. Печаль баи. Печаль баи. Это сок. Это сок. Березовый сок. Это там, да? Ох, молоса. Бруска, бруска. И горьки. И горьки там, маленький стаканчик. Маленький торцовчик. И горьки маленькие в чашечке. Тетчика. Первый березовый сок. Нынче. Нынче. Холодный, скажем. Березовый сок. Хороший сок. Вкусно? Небывая на голодный желудок, наверное, Петру. Да? Да. Мы наелись уже. Ничего. Завтра? Что, как? Да. Такой необычный вкус, но он очень тонкий вкус. То есть такая сладость ненавязчивая. Угу. 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 Где? Ооо. Да? Вкусный, ага. Такой вкусный. За посиделками и работами на участке мы пропустили тот самый момент вскрытия реки, когда льды наползают на берега и вся река шуршит. Я немного расстроилась, но поняла, что самое удивительное у меня еще впереди. И мне будет чему удивиться в следующие ледоходы. Играет музыка. Играет музыка. и вот большой лед прошел теперь чистая вот как льдина врезалась в берег с такой силой мы с тетяне забрались на привет из якутии у нас ледоход вот такие громадные льдины только у нас и воздух тугой главное что вот этот период такой короткий вот сейчас буквально пару дней такой солнечной погоды и льдины растают так что наслаждаемся я просто хотела прутиком потрогать льдины мы приехали на праздник ледоходов покровск и сейчас я вам покажу смотрела площадка классная замечательный обзор сколько льда тут прям собирается потому что мой и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И скатятся по этой металлической трубе Класс! Как тебе, Якутск? Нормально! Жить можно! Дорога между Якутском и Покровском моя любимая Вдоль и поперек знакомая Она пролегает между долинами Туймада и Эркени От Якутска до Покровска всего 2 часа Но для меня в детстве это было настоящее путешествие с завораживающими видами Живописные сопки, пастбища и якутские лошадки Ой, какой! Ой, какой! Туда-сюда дорогу нам перебегает Дорогие господа, перед вами коровы-скалолазы Да, оцените масштаб Теперь уже лошадки скаловали Небо, воздух и ковры цветов Сейчас в мае цветут первоцветы Якутские подснежники Нюркугуннар Смотрите, как много подснежников в этом году Видите, сопка? Вот эта желтенькая, это все цветы Поближе пока снимай Но у Кисти очень легко Вот так Вот мы свернули И такая красота Вот что мне нравится в Якутии Что тут везде Везде очень живописно Какие тут места красивые Господи Чуть-чуть от дороги Очень люблю Долину Иркени Хангаласский Улуз Родину своего папы Прям чувствую, как я здесь наполняюсь энергией Даже подумываю Не купить ли мне Участок на берегу реки Лена Но это так Мечты Кулунчук Кулунчук это же ребенок Они, получается, совсем недавно родились Сейчас я попробую их снять Он сел Ух ты Ух ты Поднялся Он его оберегает Кулунчук 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 Ну вот, ледоход прошел Река почти очистилась В Якутске он сейчас Вообще протяженность ледохода 100 км Даже больше Вот И сейчас мы наслаждаемся тем, что бьем льдины на кристаллы Я надеюсь, вам понравилось Хоть и мало экшена, но много удовольствия и общения с близкими Пока-пока Ставьте лайки